СИЛЫ РУССКИХ Кургана наносится два удара в направлении вокзала и Мамаева кургана. Задача захватить центр, выйти к Волге и с Мамаева кургана парализовать весь город. Берите скорее эти пункты и дело кончено. ГРУССКИХ Искра! Искра, я вас не слышу! Искра! Черт! Противник наносит главный удар на Мамаев курган. По данным авиации, в этой немецкой группировке действует около ста танков. Другой удар не менее опасный по левому нашему флангу. Здесь противник создал реальную угрозу выхода к Волге. На его пути стоит обескровленная 35-я гвардейская дивизия. Связи с ней нет. Немедленно поеду туда. Приготовьте машину. Слушаюсь. Согласен, что в 35-ю дивизию надо поехать. Только не тебе. Поеду я. Имею право решать. Имеешь, имеешь право. А если там немцы прорвутся, я отрежу тебе путь, что командуешь армией. Ты не забыл? Не забыл, потому и еду. В случае чего, Крылов за меня останется. А ты мне не указ. Поедем. Товарищ командующий, Вот по этой улице немцы готовятся бросить в атаку танки с целью прорваться к Волге. Откуда знаете? Летчики сообщили, дивизия в очень трудном положении, нет противотанковых гранат. А бутылки с горючей смесью? Штук 200 будет. Командир взвода саперов лейтенант Полиенко. Давай все бутылки. Есть. И пулеметчиков хороших сюда. Командир взвод. Командир взвод. КОНЕЦ Спасибо, пулеметчик. Рад стараться. Молодец, метко стреляешь. Я же охотник. Из Сибири. Где-то я тебя видел, парень. В заградотряде. Вы мне тогда расстрел обменили. Как тебя зовут? Иваном. Вот что, Ваня. Раз ты охотник, будешь у нас в армии снайперов учить. Нам снайперы нужны. Можно и снайперам. Скорее меняй позицию. В каску попала балда. Стреляй. Быстрее, стреляй же. Что там? Что с тобой? Человека убила. Первого. Ну что ты, дурочка? Это же враг. Мы их не звали. Или они нас, или мы их. Я знаю, сколько горя они причинили. Все равно жалко. Давай я тебе зарубку на прикладе сделаю. Ты мне нравишься. Я хочу, чтобы ты знал это. На войне надо говорить правду. Другого случая может не быть. Не вышла, фрау, смерть? Пошел. Дай мне командующего. Товарищ командующий, перебрались на ваш бывший КП. Хочу тебе сообщить радостную новость. Из резерва ставки тебе придается 13-я гвардейская. Радимцева. Да, Александра Ильича. К вечеру дивизия начнет сосредотачиваться на переправах. Так что продержись один день. Понял? Один день. Ясно. Понял. Я начинаю последнюю контратаку. Может, запутаем противника и, глядишь, тенек протянем. Вперед! Атаку! Со мной! Ура! 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 Противник прорвал оборону на левом фланге и вышел к Волге, отрезав нашу армию с юга. Ему удалось овладеть Мамаевым курганом, захватить вокзал Сталинград-1. Теперь он простреливает Волгу на участке переправы. Благодаря контратаке мы выиграли несколько часов. Если бы немцы начали штурм на рассвете, они бы нас сбросили в воду. Самое опасное, товарищ командующий, что фрицы находятся в 700 метрах от КП армии. Срочно на колокольню, за мной. Штаб в ружье. Ставись! Майор, два танка и 50 человек. Перекрытие улицы, ведущие к пристани. Есть. А тебе? Три танка и 35 человек атакуешь дом специалистов. Есть. Если не будем контратаковать, они сбросят нас в Волгу. Сам знаю, сил бы нам побольше, а где взять? Не числом, а умением действуйте. Товарищ командующий, мы ждем Александра Ильича. Без него мы не выдержим. Товарищ командующий, мы ждем. Товарищ командующий, мы ждем. Каждую минуту можно приставиться. А о чем же ты думаешь на краю жизни? Думаю о России. Тяжелая у нее судьба. Одно горе. И люди у нас терпеливые. Все терпеть смогут. Да, Бога жалко отменили. А без Бога иногда трудно. Фима, Фима, сыграй что-нибудь для духа. Уже семь часов, товарищ генерал. Сейчас самое время сыграть семь сорок. Семь сорок? Это музыка одесских бандюжников. Она давала им духа. Аминь. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ладно, генерал, приехали. Раньше говорили с Богом, а теперь давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старший лейтенант Семиков прибыл для вашего сопровождения. Погоди, сопровождаю тела усопших. Для встречи, наверное. Ну да, для встречи. Как мы вас тут же делаем, товарищ генерал? Ну, давай веди. Воздух! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Вася, передайте, Вася. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ генерал! Это он. Его самолет сбили, а он с парашютом. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты что, сука, не приветствуешь генерала? Я есть немецкий офицер. О, ты по-русски? Зачем ты это сделал? Если б вы сдали Сталинград, вы захоронили город, а теперь он должен исчезнуть. говнюк. Это он! Он убийца! Он убийца! Ты убийца! Не отдавай ты меня! Господин генерал! Господин генерал! Классный! 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 Вижу, вам досталось. Но прибыли с дивизии? Дивизия гвардейская. Десять тысяч. Ребята боевые, но оружия маловато. Пополним оружием и сразу в контратаку. Отступать нам нельзя. Некуда. Это вам ясно? Хандыхохнем. Ударные силы 6-й армии в Сталинграде вошли в город. Захвачен центральный вокзал и в успешном окончании сражения теперь нельзя сомневаться. До его исхода остаются часы. Студия не выключает микрофоны, ожидая сообщения о том, что Сталинград пал. Президенту Соединенных Штатов Америки Франклину Рузвельту. При планировании наших операций надо исходить из близости полного разгрома Красной Армии. В настоящее время я не вижу силы, которая предотвратила бы падение Сталинграда. Судьба Сталинграда в эти короткие ночные часы по сути дела была в руках 13-й гвардейской дивизии генерала Родимцева. ЧТО- КРАНТРИГУЙСКИ ФРАНТРИГУЙСКИ ФРАНТРИГУЙСКИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К утру удалось его взять. Атакуем Мамаев курган. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Товарищ командующий, все мы иссякли. К утру у Радимцева никого не останется. Все подкрепление просишь? Поможем, чем можем. Никита Сергеевич, на подходе 92-я стрелковая бригада Она вся состоит из моряков и болтийцев Сразу их к Чуйкову бросим? Добро Я сам поеду на переправу Командир, ко мне! Капитан лейтенант Немцов 92-я Авангард Закурить не найдется, товарищ комиссар Ну как там в городе? Все горит, дома, заводы, земля А люди? Люди стоят, стоят и бьются Стоят значит? Стоят Слышь, капитан, вот так держать? Есть так держать Разрешите начать погрузку? Начинай На погрузку! Бегом! Марш! На погрузку! Король, забивай! Есть! Гитару! Прости, прощай, семья моя родная На бой с врагами уезжаю я Прощай, прощай, подруга дорогая Пиши мне письма, милая моя Не забывай, подруга дорогая Все наши встречи, клятвы и мечты Прощаемся мы теперь, но, милая память Для тройки нашей встретятся дожды И прощайте белые березы И на трехрою низких колеса Не забывай, а не до конца Давай, ребятки, побыстрее, побыстрее, побыстрее Где командование? Мы авангард Надо ударить в центре Предупреждаю, там много огневых точек немцев Ну, чего ты их пугаешь? Это же моряки Как пойдем, король? Мое мнение на подходе тихо А врать с Балундрой Верно говоришь, Витек А ну, давай Пошли 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 Полундра 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 Судьба Кавказа будет решаться у Сталинграда. Сталинград необходимо выломать, чтобы лишить коммунизм его святыни. По мере проникновения в город, необходимо уничтожить всех мужчин, ибо в Сталинграде его сплошь коммунистическое население представляет собой особую опасность. Сталинград взять к 20 октября. Сколько они еще дьявола смогут на нас так жать при таких потерях? Здесь вся наша судьба. И их тоже. Только бы еще пожить. Тебе страшно? Нет. С тобой нет. И на людях не страшно. Говорят, для смелости нужны свидетели. Смотри. Он, наверное, в том проеме. КОНЕЦ Я люблю тебя Генерал Паулюс обрушил на боевые порядки 62-й армии Семь отборных дивизий, пятьсот танков, тысячу самолетов, более тысячи орудий И пошел на решительный штурм города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что, дружина, это тебе не паришь? Здесь парадным маршем не пройдёшь! Король, а ну-ка брось парочку! Есть! 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 Лапти разули! Товарищ капитан-лейтенант, вы ранены! Товарищ капитан-лейтенант! Разрешите унести вас? А если не разрешу? Тогда унесу без разрешения! Приготовить лодки, быстро! Отходим на остров Колодный! Все понятно? Вперёд! Это же отступление и при том самовольное! Вы разве не видите, что прорвались немецкие танки и идут сюда? На флоте командир покидает корабль последним! И тот, кто командует матросами, должен об этом знать! Это на флоте! А мы пехота! И назначили нас не случайно! Мы отступаем на остров Колодный для того, чтобы сохранить управление бригадой! Да как же оттуда можно управлять бригадой? Согласно уставу приказа начальство не обсуждаются! Исполняйте приказание! Политотдел никуда не уйдет! Да я тебя сейчас шлепну! Пускай остается его дело! Пошли! Ребята! Как ваши фамилии? Родков Андрей! Шалманов Муса! Степанов Михаил! Воробьёв Александр! А твоя? Зотов, товарищ комиссар! Зотов, товарищ комиссар! Товарищ комбат! Бригаду немцы окружают! К Волге вышли! Ага! 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 Рацы! Сил у нас маловато! Ага! А мундра еще осталась. Послужим Родине последний раз. За мной. Валундра! Валундра! Товарищ командующий. Товарищ командующий. Связь с 92-й стрелковой бригадой восстановилась. Ее штаб сообщает, что немцы с широким фронтом вышли к Волге. Что? К Волге? Да, да, к Волге. А Власов, начальник полетодела, сообщил, что они уничтожили 13 танков и удерживают позиции. Кому верить? Сейчас же пошлите Семикову. Пусть разберется. Слушаюсь. Василий Иванович. Товарищ командующий. Товарищ командующий. Командир 284-й стрелковой дивизии подполковник Батюк прибыл в ваше распоряжение. В моих полках сибиряки. Вот что, полковник Батюк. Подполковник, товарищ командующий. Нет, нет, ты не спорь со мной. Я тебе говорю, полковник, значит, полковник. Цепляй четвертую шпалу. И учти за Волгой, для нас земли нет. Ясно. Обороняясь наступать. С десятком гранат на поясе и с отвагой в сердце. Вперед в бой. Метнул гранату и за ней сам. Вперед. И снова гранату. И снова вперед. Ты победитель. Ты молния. Ты герой. Разрешите доложить, товарищ командующий. Установлено, что командование 92-й стрелковой бригады без разрешения оставило войска. И перенесло свой КП на остров Голодный. И в довершение своими донесениями оно вводило в заблуждение штаб армии. Бригада тем временем удерживает позиции на берегу. Почему вы самовольно покинули КП? Когда есть приказ. Ни шагу назад. Мы хотели сохранить штаб бригады. Так. В Саленграде можно быть героем или трусом. Но мы трусов не щадим. Приказываю комбрига Тарасова и комиссара Андреева отдать под суд военного трибунала. Слушаюсь. Я не тихо. А вы кто? Свои, русские. А дайте пощупать звездочку. Да вы проходите, дяденька, не бойтесь, здесь немцев нет. Немцы где? В первом подъезде Много? Человек десять А можно пройти туда подвалом? Можно, я покажу Поехали! 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 Бой не окончен. Сейчас эти годы опять полезут. Вот что, хлопцы. Принимая решение оборонять дом. На допросах заключенные по делу Красной Капеллы подвергались самым изощренным пыткам. Харро пытали особенно жестоко. Зажимали руки в тиски, обжигали глаза ультрафиолетовыми лучами. Харро молчал. Но на одном из допросов он вдруг заговорил. Я хочу говорить. Слышите? Говорите. Записывайте. Я утверждаю, что работая в Министерстве авиации, похитил, сфотографировал и положил обратно в сейф некоторые совершенно секретные документы, содержащие исключительно важные государственные тайны. Фотокопии я переправил в Стокгольм. где находятся фотокопии у верных людей. Если власти не захотят, чтобы компрометирующие их материалы попали в руки противников Германии, я готов содействовать этому. При выполнении двух непременных условий. Первое. Пытки всех арестованных по делу Красной Капеллы должны быть прекращены. Второе. В случае, если военный суд вынесет смертный приговор кому-нибудь из заключенных, то приговор этот не должен приводиться в исполнение в течение года. Возможно, это шантаж. Шульца Бойзен хочет избавиться от допросов. А если он действительно располагает с секретными документами, дайте ему любое обещание. А там будет видно, когда возьмем документы. А чтобы его размягчить, вызовите отца. Отец Харро, Эрих Шульце, написал в своих воспоминаниях. 30 сентября 1942 года я приехал в Берлин из Голландии. Меня вызвали в гестапо для встречи с сыном. Я думал, мне посчастливилось потому, что были приняты во внимание мои военные заслуги. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Мой дорогой мальчик. Как я могу тебе помочь? Помочь невозможно. В продолжении многих лет я сознательно боролся против существующего режима. Делал это с полным сознанием опасности, который подвергался. Я полностью осознаю последствия этого и готов их стойко перенести. Ты выбрал тяжелую дорогу. Я не хочу утяжелять ее. Я уйду. Я всегда любил тебя, Харро. Я знаю, отец. Мы согласны дать вам обещание, если вы скажете правду. Я потомок адмирала фон Тирпица, основателя германского военно-морского флота. Так пусть господин Панцигер подтвердит обещание в присутствии офицера флота, созданного моим дедом. Я, оберштурмбаннфюрер СС Панцигер, подтверждаю, что соглашение вступит в силу, как только ваш сын расскажет, где скрыты документы. Я получил клятвенное заверение. Если я скажу правду, где находятся документы, компрометирующие высшее нацистское руководство Германии, смертные приговоры мне и моим товарищам, если их вынесет военный суд, не будут приведены в исполнение в течение года. Заявляю, документы, о которых идет речь, находятся в сейфе Министерства военно-воздушного флота. Их никто не похищал, не делал с них фотокопий. Я сознательно ввел в заблуждение гестапо, чтобы иметь возможность защитить себя и арестованных товарищей от тюремного произвола. Как он смел! Я требую жестоко наказать его. Но дважды нельзя приговорить его к смерти, мой фюрер. К тому же следствие закончилось. Дело Красной Капеллы немедленно передать в военный трибунал. Мама, мамочка, нет! Это он. Я знаю. Это его работа. Я его найду. Мамочка, вставай. Мама, мамочка, вставай. надо его увезти. Маленький. Я не могу больше. Я не могу больше! Я не могу больше! Мамочка, 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 Встать! Ну, хозяева, как живете, воюете? Живем, как положено, гарнизону. Ну и кто же в этом гарнизоне начальник? Походит, я. Сержант Павлов. Гарнизон к бою готов. В случае чего можем держать оборону при полном окружении. Все улицы простреливаем. Так что заверяем. Силем. Гарнизон сейчас насчитывает 24 человека. Все национальности. Не придумаешь, товарищ генерал. Вот здесь находятся русские. Воронов. Это Иванов. Александров. Ефремов. Украинцы. Ивашенко, Глушенко. Грузин Масяшвили. Он там Казах Мурзаев. Таджик Турдыев. Еврей Хайт. Прямо интернационал, товарищ генерал. Так и хочется петь, вставай проклятием заклейменный. А поете у самовара я и моя Маша. Так за столом у нас действительно Мария Ивановна. Наш завхоз. А вы присядьте, товарищи генералы. Чайку с утра полезно. Спасибо. Попейте чайку, товарищи генералы. Спасибо, золотце. Спасибо, Мария Ивановна. Спасибо за заботу о наших бойцах. Ну, как вы тут? Живем, горе мыкаем. Уж больно долго вышибаете фашистов с города. Пора бы вперед. Верно. Верно говорите, Мария Ивановна. Верно. Как-нибудь постараемся. Дяденька, подарите гранату. А зачем тебе граната? Гляди, еще сам взорвешься. Нет, я не себе. Я фашистов. Я их все равно расстреляю. Родителей потерял. А с гранатами, товарищ генерал, у нас действительно нехватка. Сколько осталось? Штук сто, а не больше. Ой, и тебе этого мало? Мне мало. Боец должен хоть на минутку покинуть дом. Ну? Ну, по нужде, значит. Так. Бегает он туда. Берет с собой пару гранат. Ну, ну, жду, значит, справит. Обратно без гранат идет. Отбиваться приходится. Без бумаги обходимся. Фашист нас сверху листовками снабжает. А без гранат никак. Так что, учтите расход, товарищ генерал. Нас все-таки 24 человека. А что ведь убедил? Надо им добавить. Придется учесть их. Не плановый-то расход. Каждое утро так. По местам. Сейчас опять полезут. Вам, товарищи генералы, надо уходить. Посмотрим, как вы воюете. Как вы, товарищи генералы. Павлов. Дефремов. Я? Давай. Кто? Пойдет. Я пойду. Я пойду. Клянусь мужественно и храбро драться с врагами нашей Родины. Гитлер назначил окончательный срок взятия Сталинграда. 14 октября. В этот день германские войска пошли на генеральный штурм. У нас положение очень тяжелое. От 62-й армии практически никого не осталось. Отхожу к Волге. Командующего завалило! Скорее, скорее. Ноги, ноги. Осторожнее. Осторожнее. А что ты меня как бабу хватаешь? Осторожнее. 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 Оставаться на местах. Остановить связь с войсками по радио. Николай Иванович, а можете перебраться на тот берег? Я не о тебе пекусь. Так лучше будет для пользы дела. Для начальника штаба тут место стало неподходящее. Нет, товарищ командующий, пока вы здесь, я никуда не уйду. А пистолет мой всегда при мне. Пожарский, артиллерия действует неэффективно. Оттуда легче ей управлять. Отправляйся на левый берег. Не поеду. Где вы, там и я. Погибать будем вместе. Ладно. Дай команду скорректировать огонь. Артиллерия ослепла. Немцы заняли школу, а на крыше там были наши корректировщики. Приказываю открыть глаза артиллерии. Будет сделано. Командир разведроты 37-й гвардейской стрелковой дивизии, лейтенант Кастерин. Ну вот что, Кастерин. Тебе поручается отбить школу. И держать ее как можно дольше. Ты меня понял, сынок? Держаться будем до конца. Последний наш сигнал, вызываем огонь на себя. Белая ракета. Бейте тогда прямо по школе, товарищ генерал. Знаете, там будут фашисты. Допускаешь и такую возможность? Да просто, на всякий случай. Не отдавать же школу им так. Ладно. Разрешите идти? Иди, сынок. Вперед, ребята! Со мной! Иди, сынок! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лейтенант, я школа, я школа, ориентир три, осколочным, оружием. Хорошо сыграли, ребятки, хорошо. Осколочный, ориентир пять, огонь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ваня, готовь ракеты. Если ворвутся, вызывай огонь на себя. Помирать нам, Ваня. Пора. Ракеты. Пора. Прощайте, ребята. 11 ноября Паулюс предпринял последнее наступление на защитников Сталинграда. 7 немецких дивизий пытались одним рывком пробиться к Волге, до которой оставалось около 100 метров. Борьба шла за каждый клочок земли, за каждый сталинградский кирпич и камень. Пехота и танки противника заняли завод баррикады и вышли к Волге. Третий раз туда, твою мать, армию разрезают. Ледоход пошел. Сообщение с левым берегом кончилось. Третий раз. Этого момента и ждал, Паульс. Так, Николай Иванович. Собрать всех годных для боя, комендантскую роту, охрану штаба. Тех, кого можно. И в том случае, если они подойдут к берегу, огонь на себя. В pilot части, в силу в обещаниях. А, красавица, олег. А, красавица. А, красавица, красавица. Адолица, победа недалевая. Аккураты. Не удержим. Не удержим, мини. Товарищ полковник, не удержим! Огонь артиллерии на себя! Погибнем, товарищ полковник, весь штаб погибнет! Пусть ударят одними катюшами! Катюшами огонь! Дай трубку! Берег! Катюшами огонь на меня! На меня! Всем вниз! Вниз! Памятники на меня! Товарищ полковник! Товарищ полковник! Стаихи! Стаихи! Насколько-то ещё! Товарищ полковник! Сволочи! Что у тебя, Лаврентий? Я хотел доложить некоторую информацию. Мы получили показания, товарищ Сталин, от людей из окружения Жукова. Достоверно известно, что Жуков приписывает себе вашу победу под Москвой. Есть сигналы, что он зазнался. Позволяет себе осуждать руководство партии. Эти показания ты получил испытанным методом. Клинусь, товарищ Сталин. Можешь их держать при себе. Благодаря героической обороне Сталинграда основные немецкие силы втянуты в затяжные бои. Их фланги защищаются слабыми войсками, румынскими дивизиями и итальянскими дивизиями. Анализ обстановки показывает, что есть возможность нанести сокрушительный удар. Ставка и Генштаб разработали план контрнаступления под кодовым названием «Уран». Суть наступления заключается в следующем. На направлениях предстоящих ударов наших фронтов удалось создать мощные ударные группировки. Они должны замкнуть кольцо врага в районе Сталинграда и уничтожить. Численность группировок прилагается. А как ведет себя противник? Подхода немецких резервов не обнаружено. Есть предположение, что противник не догадывается о нашей наступательной операции. Но когда мы начнем, немецкое командование вынуждено будет перебросить войска из других районов на помощь своей Сталинградской группировке. И чтобы этого не случилось, необходимо срочно провести отвлекающую наступательную операцию на Западном фронте. Это было бы хорошо. Итак, есть предложение утвердить план окружения немецких войск под Сталинградом операцию «Уран». А Жукову срочно вылетать на Западный фронт и организовать там отвлекающий удар. Ну, а как же операцию «Уран»? Операцию «Уран» мы проведем как-нибудь сами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 19 ноября 1942 года. В 7 часов 30 минут 15 тысяч орудий и минометов возвестили мир о начале великого наступления Красной Армии. Войска Юго-Западного и Донского фронтов. Прорвали оборону противника. Прорыв для развития успеха были введены танковые корпуса и кавалерия. Сталинградский фронт со своей стороны прорвал линию немецких войск. И также ввел в бой навстречу танковым корпусам Юго-Западного фронта свои механизированные соединения. 23 ноября 1942 года войска Юго-Западного фронта соединились с войсками Сталинградского фронта. В кольце окружения оказались 22 дивизии врага, 330 тысяч солдат и офицеров противника. План Жукова был выполнен. Мой фюрер Паулюс прислал радиограмму с просьбой разрешить прорыв армии на Юго-Запад. Мы не можем оставить Сталинград. Оставить Сталинград, это значит, что все успехи летнего наступления будут ликвидированы. И мы потеряем всякие надежды на завоевание Кавказа. Я беру на себя ответственность за снабжение 6-й армии по воздуху. Я создам воздушный мост из 500 самолетов, и мы обеспечим Паулюса всем необходимым. Это желанная гарантия. Ваше решение, господин Гресс-маршал, меняет дело. Мы начинаем верить, что Бастион на Волге не будет потерян. Хорошо, Геринг. Я принял окончательное решение. 6-я армия закрепится между Волгой и Доном. Сталинград отныне объявляется крепостью. Ее освободят извне. Я твердо верю, что Красная Капелла займет достойное место в истории Германии. Потому что она объединила в движении сопротивления самые различные слои общества. Солдат и офицеров, писателей и чиновников, рабочих и инженеров. Это было воплощение идеи Народного фронта. Да, это правда. Все, что происходило в Германии, мы сообщали в Москву. В этом мы видели свой высший патриотический долг. Высшее проявление любви к своему народу. Это были наши убеждения. Суд не интересует ваше убеждение. Вы признаете себя виновным? Я признаю себя противником национал-социалистической системы Германии. Подсудимый Шульцебойзен, вы лишаете слова. Вывести из зала. Слова из последнего письма Хару. Вот скоро и все. Сейчас в мире происходят такие события, что одна угасшая человеческая жизнь не так уж много значит. Все, что я делал, делал по велению своего разума, сердца, по своему убеждению. Верьте со мной вместе в справедливое время, которое наступит. Я думаю о последнем взгляде отца и буду помнить его до последней минуты. Думаю о слезах моей дорогой маленькой мамы, которая прольет их на Рождество. Может быть, мы были только чудаками в жизни. Но перед лицом смерти имеем право высказывать свои личные иллюзии. Ну, а теперь я жму руки и здесь роняю одну единственную слезу. Как знак и символ моей любви к вам, ваш Хару. 12 декабря ударная группа армий «Дон» 500 танков под командованием фельдмаршала Манштейна устремилась к Сталинграду. Она находилась от окруженных войск Паулюса всего в 35-40 километрах. В те часы здесь у никому неизвестной реки Мышково решалась судьба Сталинградской битвы. «Подбрось 10 огурцов! Беглым в прицел 20! Гони в землю, Юра! 5 цел 10! Гонки! 18! 28! 28! 29! 28! 29! 30! КОНЕЦ Все атаки ударной группировки Манштейна были отбиты. КОНЕЦ План Гитлера по освобождению войск Паулюса провалился. Теперь советское командование могло начать операцию по разгрому окруженного в Сталинграде противника. Все, Никита Сергеевич, нам отставка. Все наши войска отдаются Домскому фронту. Предпочитают Рокоссовского. Его. А ты говорил с товарищем Сталином? Я просил его оставить меня до конца ликвидации противника в Сталинграде. Он не берет трубку. Значит, все. Решение окончательное. Да, теперь не нужен. Ты куда? Да пойду, пройдусь. Генерал-майор Крылов. Странно, что штаб Сталинградского фронта находится на том берегу. Я считаю, что командующий должен находиться там, где сражаются его войска. Но, впрочем, это уже дело истории. Все войска Сталинградского фронта переходят в мое подчинение. Ясно? Генерал Стойкость передал командование генералу вперед. И так, настало время. Операция кольцо. Сможет ваша 62-я армия удержать их? Сможет. Если уж Паулюс не сбросил нас в Волгу тогда, в октябре, то теперь он и шагу не пройдет. Перед нами уже не армия, а, скорее всего, огромный лагерь военнопленных. Пока вооруженных. Это хорошо, что вы так уверены. Ну, а насчет лагеря военнопленных, пока рано об этом думать. Враг еще готов оказать яростное сопротивление. Ну что ж, будем готовиться к операции «Кольцо». Приготовьте ракеты. Да, опознавательные знаки. Есть. Артиллерии не стреляют, еще по своим могут ударить. Все комбаты пойдут в первых шеренгах. Разве тут удержишь? А вот, смотрите, сержант Павлов. О, что с тобой? Шею задела пуля. Одно плохо, кругового обзора не имею, так что смотреть могу только вперед. В атаку пойду без оглядки. Ладно, поднимай своих. Знамя для соединения готовы? Готовили. Ну, давай. Вперед, ребята! Вперед! Ура! 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 КОНЕЦ Дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию. Паулюс. Категорически запрещаю капитуляцию. Армия должна удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона. Гитлер. ГИЛИТ Радиограмма от фюрера Поздравляю вас с производством в генерал фельдмаршалы Это, вероятно, должно означать приказ о самоубийстве Однако такого удовольствия я ему не доставлю Субтитры создавал DimaTorzok Генерал-майор Ласкин Уполномочен принять капитуляцию немецких войск и взять вас в плен Генерал-фельдмаршал Паулюс сдается Красной армии Генерал-фельдмаршал Паулюс Генерал-фельдмаршал Паулюс Генерал-фельдмаршал Паулюс Генерал-фельдмаршал Паулюс Генерал-фельдмаршал Паулюс Продолжение следует... Общие потери немецко-фашистских войск, окруженных и разгромленных в районе Сталинграда, составили полтора миллиона человек, три тысячи пятьсот танков, двенадцать тысяч орудий и минометов, три тысячи самолетов. Шведский Красный Крест предложил обменять фельдмаршала Паулюса на вашего сына Якова, находящегося в лагере Заксонхаузен. Я, Эльда Маршалла, нас, солдата, не меняю. Генералиссимус Иосиф Сталин До 1956 года это имя было символом, олицетворяющим социализм. После 20-го съезда исчезли иллюзии. Стало известно, что Сталин пресек развитие демократии, что он строил политику на основе чуждого социализму, страха репрессий, способствовал созданию своего культа. Первым культ личности Сталина осудил Никита Хрущев. Мужайся, Никита Сергеевич. Похоронка. Геройски погиб в бою твой сын, Леонид. Никита Сергеевич Хрущев стал после смерти Сталина первым секретарем ЦК. В его деятельности преобладали произвольные решения, свойственные волюнтаризму, что тоже характерно для культа личности. В 1964 году Хрущев был освобожден от своей должности. До этого Хрущев успел уволить из рядов советской армии выдающегося полководца Великой Отечественной войны маршала Жукова. Жукову также было предъявлено обвинение в культе личности. Замечательный полководец генерал Чуйков, герой Сталинграда, герой сражения, решившего исход Второй мировой войны. Он стал маршалом, но памятника ему так и не поставили. А комиссар Гуров через три месяца после Сталинградского сражения скоропостижно умер. Война убивает людей по-разному. Он был смертельно ранен в сердце еще в Сталинграде, сделав там то, что превысило меру отпущенных человеку сил. Сержант Павлов, оправившись от ран, после войны поселился в Сталинграде и еще долго показывал иностранным туристам развалины своего знаменитого дома, известного в обороне Сталинграда, как дом Павлова. А генерал Родимцев часто приезжал в город на Волге и приходил сюда, на свой наблюдательный пункт, расположенный на паровой мельнице, последней руине Сталинградского сражения. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу нашей Родины. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...